Здравствуйте! В эфире программа «Качество жизни» и темой сегодняшнего выпуска будет финансовая грамотность. Повышение финансовой грамотности становится приоритетным направлением не только в развивающихся, но и в развитых странах. В одной Европе действует более 180 программ. Не владея базовыми намеками финансовой грамотности, трудно разобраться в происходящих экономических процессах. Именно финансово неграмотные граждане чаще всего становятся жертвами мошенников, и финансовых пирамид. Об уровне финансовой грамотности в Казахстане поговорим с нашими гостями. Известным экономистом, независимым членом Совета директоров Народного банка Анваром Саиденовым и председателем Совета директоров Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Шалкаром Жусупом. Здравствуйте! Здравствуйте! Шалкар Мангосович, первый вопрос к вам. Ваша ассоциация на прошлой неделе организовала в Алма-Ате форум по финансовой грамотности. Сегодня, на самом деле, большое же количество игроков занимается финансовой грамотностью, а форум такой большой, был организован впервые. Расскажите, пожалуйста, немного о нем. Действительно, на наш взгляд, это было достаточно большое мероприятие с вовлечением Национального банка, Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана, ну и других участников рынка, как коммерческих банков, так и негосударственных структур. Тема вообще повышения финансовой грамотности, она, наверное, актуальна для многих-многих стран, как вы отметили, для развивающихся, для развитых стран. И вот, на наш взгляд, он прошел своевременно. На форуме было заявлено, что в сентябре этого года Национальный банк с организацией экономического сотрудничества и развития подписывает большое соглашение, в котором как раз предусмотрен элемент исследования на предмет финансового уровня финансовой грамотности в Казахстане. И что было отрадно, то, что Национальный банк достаточно много шагов в этом направлении делает. Это для меня лично было неожиданностью. Открытие? Да, открытие. И же целая программа. А вы вот предложили экспертный совет создать. Экспертный совет нами был предложен в плане того, что вот как раз я и говорю, что Национальный банк очень много делает, много коммерческих банков в своих направлениях, каждый по-своему делает. Но нету какой-то единой консолидирующей силы или, скажем, нету какой-то общей национальной стратегии в данном вопросе. То есть каждый как-то по-своему в своем огороде что-то делает. Да, ну то есть объединить усилия. Объединить усилия. И в этом плане, наверное, и то, что будет исследование, и то, что нужно объединять усилия, в этом плане, наверное, форум прошел достаточно своевременно. Мы рады, что мы его организовали. Открытые источники показывают, что последнее исследование финансовой грамотности проводилось в 2014 году. И проводили его частники. Вот давайте посмотрим на экран и посмотрим, в чем заключаются основные цифры исследования. Так вот, 36% людей оценили свой уровень финансовой грамотности как неудовлетворительный. 43% граждан, которые участвовали в опросе, не знают о гарантировании депозитов. 44% вот этих вот опрашиваемых людей хранят свои деньги дома. 29% направляют все деньги на покупки. 38% населения не ведет учет доходов и расходов. И, соответственно, из-за того, что такое вот отношение к деньгам, а может быть, из-за того, что действительно денег немного, у двух из трех людей регулярно заканчиваются деньги от зарплаты до зарплаты. Анвар Галимулайч, вот вы считаете, за два с половиной года прошедшие, как изменилась ситуация? Ситуация улучшилась она, ухудшилась? И почему все-таки вот отношение людей к финансовой грамотности достаточно скептическое? На мой взгляд, ситуация не улучшилась. Ну, с одной стороны, это короткий срок. С другой стороны, я думаю, что те экономические проблемы, с которыми сталкивается достаточно большое количество казахстанцев, оно вынуждает их действительно перебиваться от зарплаты до зарплаты. И здесь есть один нюанс. Люди не держат на депозите деньги именно потому, что их у них нет. Им приходится тратить их в таком, в текущем режиме. И с точки зрения приоритетов простого казахстанца, я думаю, финансовая грамотность находится где-то на задворках, на обочине. Поэтому я считаю, что целенаправленные, скоординированные усилия не только государственных органов, но и общественных, и финансовых организаций должны сыграть свою роль в этом. Да, вот здесь на самом деле, вот с одной стороны, вроде бы денег их нет, с другой стороны, когда деньги появляются, многие направляют их в какие-то непонятные проекты. Ну вот, например, финансовые пирамиды. Мы вот видим, несмотря на то, что уже достаточно давно мы ведем работу, и Национальный банк буквально недавно выпустил памятку «10 признаков финансовых пирамид», все равно люди продолжают доверять некоторым шарлатанам, привлеку деньги и платят экстрасенсам, направляют деньги в финансовые пирамиды. Вот, наверное, давайте посмотрим видеоматериал. Это вот как наши российские коллеги в своей программе по финансовой грамотности ведут работу с помощью мультфильмов. Повадился как-то к пуморам в гости морж на льдине кататься, да оно странной, в триста тюлейних сил. И ведь не просто так чаю с козулей сладкой попить морж, Михалыч, наветоваться, а с предложением дельным. Мол, давай ты мне сейчас катку морожки, а я тебе по весне в два раза больше возверну. А если ты и суседей приведешь, и они мне тоже морожки принесут, я тебе с их каждого ведра отсыплю по горсти, а то и по две. Назовем мы все ента мероприятие какими-нибудь тремя буквами. Йо-йо-йо, например. Вот жадности у некоторых мужиков голова работать расхотела. Всю ягоду до последней моржу отдали. Некоторые даже у суседей заняли. Итог и ежу понятен. Мавродером тот морж оказался. Был да всплыл на своей льдине со всей мужицкой морожкой. Нет, моржа того губернатор наш, конечно, изловил, да застыдил. Но мужикам из-за глупости своей еще долго друг перед другом неловко было. А чтоб ты в такой просак не попал, я тебе вот такую памятку подготовил. Мотай на ус. Уважаемые эксперты, почему никак мы не можем переломить вот эту тягу к легким деньгам? Может быть, нужно как-то поменять формат рассказа об этой информации вот по примеру наших российских коллег. Как думаете? Ну, я думаю, во многом такая тяга, она лежит в психологии людей. Ведь, наверное, каждый из нас хочет однажды проснуться богатым, красивым, молодым, известным. Другое дело, что образование и знания, особенно профессиональные в сфере финансов, они позволяют отделить реальные возможности увеличения своего благосостояния, своих денег вот таких вот мифических. Другое дело, что сейчас, может быть, в современных условиях со средствами передачи информации возможности для манипулирования общественным сознанием, поведением людей, они, наверное, увеличились. Теперь ведь речь не только идет о том, что слухи передаются от одного человека к другому. Мы имеем массу социальных сетей и других каналов, которые могут завлечь большие количества людей вот в такие аферы. Но мы же, наверное, можем противодействовать как-то вот этим, опять-таки, используя те же самые каналы, как-то противодействовать шелкармоговщикам. Как думаете? Ну, мне кажется, то есть финансовое образование в этом направлении достаточно, конечно, важно. Может быть, вот Анвар Главович уже сказал, истоки, наверное, лежат в тех сказках, которые мы в детстве читали, и с этим росли, когда ты ловишь рыбу, и в один момент ты становишься очень богатым. Мне кажется, надо менять сам менталитет, саму психологию, и почему бы не пропагандировать труд рядового труженика в виде предпринимателя, который занят достаточно тяжелым трудом, и он понимает, что богатство в одночасье не приходит, что к этому нужно идти, это нужно зарабатывать. Вот буквально недавно в сетях появилась информация о продаже домов за криптовалюту. Давайте посмотрим небольшой видеоряд. В Алматы выставлены на продажу два роскошных коттеджа в престижном и живописном районе города. Причем приобрести недвижимость можно как за обычные деньги, так и за криптовалюту. Второй особняк находится в райском уголке в пяти минутах езды от отеля Ридс Карлтон и торгового центра Ессентай. Вилла площадью 400 квадратных метров. В доме четыре спальни и четыре ванные комнаты. За недвижимость просят около полумиллиона евро. Между тем, в пятницу 8 сентября биткоин падал примерно на 6% на фоне негативных новостей из Китая и торговался на уровне 4,3 тысячи долларов за одну единицу. Вот как вы думаете, на фоне такой информации, ну, уже прошла информация, во-первых, о том, что продаются такие дома, потом это пропиарилось, потом, значит, уже регионы подхватили, как вообще люди воспринимают, нужно так продавать теперь, это норма теперь продавать за криптовалюту или что-то, вот это какой-то новый тренд у нас теперь будет, потому что вот сегодня уже прошла информация, что квартиру продают за криптовалюту. И действительно из соцсетей непрерывно сейчас идет информация, что нужно, нужно, нужно полностью переходить на цифровизацию, в том числе и, ну вот, в монетарной части. Как вы считаете? Я думаю, здесь надо разделить все-таки несколько факторов или явлений. Первая сама криптовалюта, биткоин, ну, биткоин самая известная, криптовалют достаточно много, но она самая известная, и, конечно, фантастический рост курса биткоина к доллару, он привлекает, да, кружит голову, и когда говорят, что если ты имел 100 биткоинов, скажем, сколько-то лет назад, сейчас бы имел миллионы долларов, это, конечно, сбивает с толку. Биткоин, с этой точки зрения, конечно, пузырь, но пузырь нового времени, нового информационного века, он построен на других принципах, тем не менее, пузырь, который надувается, который активно обсуждается, и вокруг него появилось уже множество посредников. Я знаю, я сам сталкивался с людьми, которые мне говорили, вот есть очень интересные предложения, можно купить биткоины, там, швейцарские какие-то финансовые посредники. Имитируют всех. Это одно, но я сказал уже, что биткоин, он достаточно специфическая система, которая построена на новых принципах, и второе, это блокчейн, это компьютерные системы, или процедуры, по которым вот этот биткоин и создавался в свое время. Поэтому, если мы говорим о компьютерных и информационных технологиях, то их, конечно, можно использовать, причем в достаточно больших сферах. Биткоин, как криптовалюта, это отдельная история. Какова будет судьба этого пузыря, я бы сейчас побоялся предсказать, но тем не менее, вот это такая ситуация. Ну, поживем, увидим, что называется. Я бы добавил, что если у тебя, в принципе, человек волен, конечно, поспать по-своему, но если ты продаешь 3-4 дома, и одно из них за криптовалюту, наверное, это возможно. Но если это у тебя единственное жилье, продав которое, ты завтра можешь оказаться на улице, здесь, наверное, надо сильно подумать. Вот это же тоже основа финансовой грамотности, что вот самое последнее, и вообще при наличии ограниченного количества денег ни в коем случае большую часть нельзя направлять в рисковый актив, правильно же? То есть, мне кажется, здесь это как раз наша роль здесь высокая. Молодежь сегодня полностью работает в цифровом режиме. Они родились уже с этими гаджетами, с этими кнопками, они без этих кнопок не представляют вообще свою жизнь. Вот как вы считаете, те инструменты, которые мы используем для финансовой грамотности, для детей, они достаточны? То есть, вот они не смотрят телевизор, к примеру, или смотрят его ограниченно. Они по-другому воспринимают программу в школе, тому вот пример учебники, который мы сегодня видим. Вот какие приемы нужно использовать, чтобы достучаться сегодня до детей? Как вы считаете? Я думаю, с одной стороны, даже вовлеченность в игры позволяет детям получать основы экономической грамотности, поскольку приобретать очень многие виды оружия или монеты, бриллианты им приходится за деньги. И не только за виртуальные деньги, но если твой аккаунт привязан к реальной карточке, то это является частью семейного бюджета. Они отслеживают курс сегодня. Такие расходы, да. Поэтому я думаю, что, несмотря на риски, которые существуют здесь, это как раз канал финансовой грамотности и воспитания ребенка, когда он, имея, может быть, какие-то определенные свои финансовые ресурсы, должен быть вовлечен в их трату. С другой стороны, конечно, это вопрос образования в школе, когда дети должны понимать, что такое деньги, какова цена, стоимость этих денег, как они зарабатываются, как они тратятся. Я думаю, что современные дети, они очень быстро этому научатся, поскольку это совершенно другое поколение, которое имеет совершенно другой взгляд на мир. И вот эти гаджеты и системы, компьютерные, информационные, позволят элементы финансовой грамотности внедрять в их сознание в достаточно раннем возрасте. А стоит ли вот отдельный предмет, может быть, вводить в школу по финансовой грамотности? Я думаю, мы как раз на сессии тоже одна из сессий посвящалась школьному образованию, образованию молодежи в этом направлении. И что я для себя усвоил, и в принципе согласен со спикерами, которые там выступали, что у нас школьные предметы и так перегружены. Там отдельный урок какой-то посвящать, или же факультатив. Наверное, мы еще больше детей... Ну, в рамках уроков математики, например. Вот в рамках уроков математики как раз у нас, как есть такой пример, и мы российские, когда человек 40 лет смотрит на логографическое уравнение, говорит, мне 40 лет, но вот это я еще никогда в жизни не встречал, я не знаю, когда я ее встречу. То есть, если предметы математики перерабатывать таким образом, чтобы детей на конкретных математических примерах обучать финансовому образованию, этому будут обучаться ведь не только дети, этому будут обучаться родители, которые следят за успеваемостью своих детей. Это, мне кажется, очень важное направление. И один из спикеров тоже об этом говорил, что детей не надо учить финансовому образованию, их надо погружать в финансовое образование. Только тогда будет какой-то толк. Ну и понятно, что это делать, если вспомнить, что с помощью гаджетов это принесет еще больше эффекта. В основном акцент по финансовой грамотности делается на разъяснении каких-то деталей банковских договоров. Мне кажется, и вот Ураза Лич тоже выступал у вас на секции, на форуме я читала, что все-таки финансовая грамотность, она неотъемлема от грамотности экономической. И что прежде чем человек уже начнет читать нормы договора, он должен понять, для чего он туда пришел, понять, какой бизнес он хочет вести и так далее. То есть понять какое-то свое место в этом бизнесе, роль на рынке и так далее. Вот Национальная палата запустила проект «Бастау Бизнес». Давайте посмотрим короткий ролик и посмотрим, как вовлекается сегодня в бизнес и в экономическое образование населения, которое живет в регионах. Мунжасар Нурписов всю жизнь прожил в сельской местности, работал водителем. Опыта предпринимательской деятельности нет, говорит мужчина, но разве что попытки заработать везде, где появлялась возможность, в 90-е годы. Сегодня Мунжасар Мухамедович уже на пенсии, хочет заняться бизнесом. Именно поэтому он и стал одним из первых участников проекта «Бастау Бизнес». Бесплатные месячные курсы запущены по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства. Если вот честно сказать, да, допустим, мне уже возраст 58 лет, да, но я хотел, чтобы моим внукам, да, слава богу, сейчас дети-то выросли, чтобы внуки хотя бы знали, что такое сельская местность, ну что такое животноводство, чтобы что-то им оставить. Обучение по компоненту программы «Бастау Бизнес» стартовало 1 апреля в шести районах области Кустанайском, Улейкольском, Карасуском, Корабалыкском, Мендогоринском и Федоровском. Участниками курсов стали безработные жители этих районов и самозанятые. Конечная цель курсов – не просто получение сертификата, а открытие своего дела. Поэтому перед началом участники прошли отборочное тестирование, которое определяет мотивацию к занятию бизнесом. Всего в ходе обучения слушатели пройдут 12 модулей. То есть фактически при обучении, каждое обучение, он будет писать свой бизнес-план. На каждом занятии какую-то главу, подглаву мы будем отрабатывать. И на выходе каждый слушатель выйдет с готовым бизнес-планом. Тут есть модули по налогообложению, по финансовой грамотности, по бизнес-планированию, по господдержке, по юридическим аспектам. И последний модуль, завершающий – это ораторское искусство и презентация своего бизнес-проекта. Вот, коллеги, скажите, пожалуйста, действительно у нас очень разная финансовая грамотность в зависимости от региона, особенно от города и от села. Насколько вы считаете полезен этот проект и что, может быть, нового в него можно привнести? Ну, каждый проект, конечно, важен тем, что как его будем внедрять, какова процедура внедрения данного проекта. Но вот мы у себя проект по финансовой грамотности ведем уже на протяжении четырех лет. 110 тысяч казахстанцев прошли через этот проект. Мы замеряли их уровень грамотности на входе, через четыре года мы замеряем их уровень грамотности на выходе. Это ваши заемщики? Это не только заемщики. Вообще в целом люди? В основном заемщики, но в целом может получить доступ любой казахстанец. И вот какие цифры мы получаем. Знаете ли вы кредитную историю? 96% отвечают «да». Читаете ли вы договор перед подписанием? 86%. Но это уже на выходе. 86% отвечают «да». Для нас это важно, потому что делаете ли вы сбережения? 65% отвечают «да». Я вижу, что в рамках одной кампании проект может приносить эффект. А если это делать в рамках всей страны, то я действительно был воодушевлен этим проектом, поэтому мы инициировали эту конференцию по повышению грамотности. Если мы сконсолидируем все силы в стране от Амеки, Анастасии финансистов Казахстана, Национальный банк, Министерство образования, то, в принципе, выхлоп можно получить. Конечно, это произойдет не сразу, но в целом. Да, то есть я считаю, что ту программу, которую Национальный банк уже сегодня разработал, принял, ее нужно дополнить элементами экономической грамотности. То есть есть хорошие вещи по разъяснению именно взаимодействия с финансовым рынком. Может быть, там можно приемы как-то поменять, улучшить, с учетом того, что мы сейчас должны через гаджеты двигаться, через приложения. Но вот вовлечь туда ситуацию по подготовке планов, по маркетинговым исследованиям, именно работу с теми людьми, которым нужны какие-то практические навыки. Мне кажется, тогда пользы будет больше от эффекта. То есть человек уже, вот я же задавала вопрос, почему скептически относятся. Они не хотят учиться, и мы все не хотим учиться, если это нам не нужно. А если это нужно, вот он хочет заняться человеком бизнесом, вот тогда ему нужно давать эти знания. Но вот в какой форме? Это вот как раз должна быть вот эта программа и быть в финансовой грамотности. Как считаете, Андрей Григорьевич? Я полностью согласен. Действительно, для того, чтобы получать азы любой грамотности, нужно прикладывать усилия. А усилия, они должны иметь в своей основе мотивацию человека. Поэтому, если есть практическая необходимость получения таких знаний, которые реально скажутся на твоем благополучии, это будет сильный стимул. Вы знаете, вот в рамках этого проекта мы сделали не семинары, когда нужно в какой-то класс загонять людей и там чему-то их обучать. Тем более наш человек, он может всегда сказать, помогите мне лучше материально, чем меня будете учить. Мы сделали анимационные ролики, 11 уроков. В принципе, раздаем всем желающим. Они в Ютьюбе есть, наверное? Они в Ютьюбе есть, они на нашем сайте есть. Человек, раздавая буклеты, они его читают, но если хотят подкрепить этот буклет зрительным восприятием, то, в принципе, могут вот эти ролики смотреть и достаточно эффективно. На форуме присутствовали международные эксперты. Они, наверное, давали какие-то рекомендации Казахстану и из своей практики, что бы мы могли здесь использовать. Могли бы вы нам рассказать тоже? Действительно, было достаточно большое количество участников, в том числе экспертов, которые были представлены 12 разными странами, как ближнего зарубежья, так и дальнего зарубежья. Очень был интересен опыт Грузии. При этом спикером был представитель правления Национального банка Грузии. Кыргызстан, наш ближайший сосед вроде, но они опережают, как мы поняли, они опережают нас в этом вопросе. Но я знаю, что в Грузии у них у всех есть платежные карточки, они все пользуются повсеместно. Там очень много сделано именно на школьном уровне, на дошкольном уровне. И вот это, мне кажется, и при этом было отрадно слышать, что основным драйвером всех этих мероприятий выступает Национальный банк. Но, конечно, Национальный банк в одиночку ничего не сможет сделать. Но необходимо консолидировать, необходимо помогать. Особенно важна роль Министерства образования. И при этом гости отмечали, что нужно делать, и при этом отмечали, чего не нужно совершать, каких ошибок не нужно совершать. Мы, конечно же, там были представители Национального банка. Я думаю, что если будет разрабатываться национальная стратегия, об этом было озвучено на форуме, и будет создан некий экспертный совет, который будет носить рекомендательно-совещательный характер, то, наверное, все эти вопросы нужно будет учесть. Хорошо. Ну вот, наверное, последний завершающий вопрос. Вот вы оба профессиональные финансисты. Дайте, пожалуйста, свои рекомендации или советы людям, как им защитить деньги в текущей меняющейся информационной ситуации, финансовой ситуации? К деньгам всегда надо относиться с уважением. Я считаю, что надо начинать прежде всего с собственного бюджета. Если есть свободные средства, то, наверное, наиболее понятный инструмент сейчас – это банковский депозит. Причем есть множество механизмов, которые защищают вкладчика. Это система гарантирования и функционирования фонда гарантирования депозитов и политика национального банка. Это первое. Другие, может быть, каналы, которые, конечно, требуют государственной поддержки. Я бы вспомнил о народном IPO. Мы имеем народное IPO Кастронсойла, Кегока. И я должен сказать, что если ты приобрел акции Кастронсойла в период такого размещения в рамках народного IPO, то сейчас ты получаешь достаточно высокую доходность. Она выше доходности по банковским депозитам. Но это понятно, что здесь требуется определенная пропагандистская информационная работа. И если в рамках приватизации компаний Самрука часть будет идти через народное IPO, я думаю, это достаточно такой привлекательный канал и возможность для широких союзных населений. Для населения, да. Спасибо большое, Анбар Галимулаевич, Шалкар Монгож, за детальные ответы. Международные эксперты подтверждают, что с учетом нарастающего потока информации в геометрической прогрессии растет и необходимость финансового просвещения. И это не только проблема Казахстана, это повсеместная ситуация. Финансовая грамотность напрямую влияет на бизнес-среду, на формирование искушенных и знающих свои права потребителей, на повышение клиентоориентированного бизнеса, решение вопроса в объединении усилий всех игроков. Будет ли это экспертный совет, проектный офис, неважно. Важно создать единую площадку для выработки эффективного плана действий. С вами была программа «Качество жизни». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин